МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Света, пожар! Все самое необходимое. Быстрый подержать. Поехали, поехали, левая. Так, держу, черт. Да, вот. Так, я не могу. Все. Давай быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Па, поднажмем! Да простите, пожалуйста, извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай быстрей! Па! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достойте же! Эй! Догоним, что ли, нету? Па, догоним? Давай же. У вас глаз нету, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позвоним! Сейчас. Чуть-чуть опоздали-то, а? Щем немного и... Дух, и деньги кончились! Я тебе сто раз говорил! Кидать деньги на телефон вовремя! Побурчи мне еще. Вот и буду бурчать. Что делать-то будем? Ничего, как-нибудь перекантуемся. В конце концов, они скоро вернуты. А сейчас? А сейчас в филармонию пойдем. Они мне комнату обещали? Обещали. Я прям сейчас с их директором поговорю. Пойдем. А что? В конце концов, не имеют права отказать. Не имеют. Пошли уж. Заходи. Здравствуйте. Куда мы торопимся? Пропуск есть? А, нет. Нету. Ну, а как я вас пропущу без пропуска? Так мы... Давайте будет каждый делать свою работу. Вот вы боянист. Я ведь у вас боярами не прошу. Давайте всех будем пропускать. Без пропуска. Это не дискотека. Это филармония. Я понимаю. Извините. Ну, где мы будем ночевать? Ты что, мне допрос устраиваешь? Проясняю ситуацию. Походь на вокзале. Ничего, как-нибудь выкарабкаемся. Все будет хорошо. Ладно, пойдем. Угу. До свидания. Ну что, уровень продаж упал на пятнадцать процентов. Приема и обработка заказов из рук вон. Кто у нас отвечает за информирование клиентов? А? А? Некоторые компании в прошлом месяце вообще вышли из бюджета. Если вы имеете в виду компанию дирижа... Я ее и имею в виду. Мы так обанкротимся к две тысячи тринадцатому. Извините, но я там все написал в отчете. Я читала ваш отчет. Вы сюда не прохлаждаться пришли. Я ясно выразила свои требования при приеме вас на работу. Они вас устраивали? Я все исправлю. А вот как раз мы сейчас готовим акцию по стимулированию спроса. У вас две недели. Мне не нужны лентяи. Я работаю на себя, а не на государство. Понятно? Свободны. Вот так будет с каждым, кто не умеет работать. Только вряд ли вы так пенсовать умеете. А то я увидел. Да. Лови трудоголика. Ну смотри на меня. Ну пожалуйста. Ты сбиваешь меня с мыслями. Этого я и добиваюсь. Ну слушай, ну прекращай работать. Загнешься за своим компьютером. Ну хорошо. Ну что ты хочешь? Вот. Это уже лучше. Когда мы объявим о наших отношениях? Зачем? Так все знают. Я хочу официально на тебе жениться. А ты обязательно? Обязательно. Переведем наши отношения на новый уровень. И потом... Слушай, ну я же люблю... Ну хорошо, но мы поженимся. Только я могу, пожалуйста, закончить этот проект? Конечно можешь. Ты прекрасна в труде. Ты прекрасна в труде. Здрасте. 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 Я бы, Енис, мне работа нужна. Нет, нет. Но мне ненадолго, дней на десять. Нет, я сказал нету. Привет, моя луна, искал тебя на небе. Привет, моя луна. Что встретит он мог. У меня живая миссия. Тебе что надо? Я сказал нету. Иди отсюда. Из быток незаведанных желаний. Твоей душе душою прошепчут. Вместе тепли. 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 Стоп! Стоп! Стой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Света! Ты жива? Жива? Где болит? Сажать таких Свету! Вот так больно? Больно? Ребенка в машину, быстро! Что? Ну очнитесь, ребенка в машину! Ну очнитесь вы, ребенка в машину! Сажайте! Голова! Голова? Да. Болит? Сейчас, сейчас подожди. Держись. Сейчас, сейчас. Да что же это такое-то, а? Какого черта ты побежала? Где были твои глаза? Не кричите на ребенка! А вы лучше следите за ней, тоже папаша называется. Я чуть с ума не сошла. Ничего страшного. Это вы лучше следите за дорогой. Болит? Голова еще. Все, все, все. Потерпи сейчас. Стоп хватит. Вы что, с ума сошли, что ли? Вы ребенка чуть было не покалечили? Хотите отделаться деньгами? Все, везите нас в больницу. Послушайте. Везите в больницу, иначе я позвоню в полицию. Ну давайте не будем паниковать. Ну ничего страшного. Так, все, где мой телефон? Поцарапали коленку и все. Коленка, а если у нее сотрясение мозга? Может быть тебе нужно серьезное обследование? У меня есть знакомый врач, и он посмотрит и все скажет. Знаю я ваших этих докторов. Я говорю, везите нас в больницу. Я говорю, куда вы нас везете? А? Да что ж это такое-то? Уберите вы руки! Уберите руки! Вы нас угробите всех! Сядьте! Не умрет ваш ребенок! Ничего страшного. Сейчас забинтуем, совсем перестанет болеть. У меня еще в голове кружится. У меня голова кружится. Это нормально? Нормально? Это даже хорошо. Смотри, какая красивая повязка. Почти как настоящая. Будто у тебя на ноге не царапинка, а настоящая рана от бандитской пули. Но мы-то знаем, что всего-навсего царапинка. Папа. А голова? Хотите, и на голову повязку сделаем? Ну, если надо. Вот и я говорю, не надо. Само пройдет. Молодой, здоровый организм. Царапина. Что вы паникуете? Ничего страшного не произошло. Девочке нужен полный покой. Минимум три дня. Лучше неделю. Будет что-то странное, звони. Странное с ногой? С головой. У тебя. Я тебе говорил, нужно меньше работать. Реакция уже не та. Послушай, ну у нее-то нога. Объясняю тебе еще раз. У девочки сотрясение головного мозга. Все признаки. Головокружение, тошнота. Папа. Сонливость. В данной ситуации нужен покурит. И все будет хорошо. Чего ты нюни распустил? Все по контролям. Может, таблетки... Так что? И голова не кружится? А девочки лежат. Все поняла? Угу. Давай. Спасибо. Тихо. Я там диван постелила. Может, она поспит? Посмотрела бы я на вас, если бы вашего ребенка сбили. Ну? Куда? Туда. Тихо, 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 тихо. Так. А она вздремнет полчасика, и я отвезу вас домой. А, нет-нет-нет-нет. Я слышал, о чем вы шептались с вашим соседом-доктором. Вы что, хотите, чтобы ей стало хуже? Нет, я просто хотела помочь. Спасибо. Так вот, пусть ребенок поспит. Это что такое? Что? Ну что, у меня посудомоечная машина сломалась. Да как? Да вы мне баян помяли. Господи, ну что вы так расстраиваетесь? Ну, куплю я вам новый. Да вы только нигде не купите. Это эксклюзивная работа. Мастера Кустова. Тоже мне скрипка с Традивари. Да вы просто ничего не понимаете. Таких баянов на всей планете более полуста. Ну ладно, ну что вы расстраиваетесь? Ну, поставите ваш антиквариат к стеночке. Никто не заметит. А на чем я играть буду? А, какая разница, на чем играть на улице? Знаете что? Что? Вы просто обязаны починить мне этот инструмент. Да? Да. Хорошо. Давайте сюда ваш антиквариат. Аккуратней. Ну не уроните. И не собираюсь его уронять. Что делать будем? Не знаю. Я бы пообеду. Я вам еще готовить должна? Идите в ресторан. А дочь с вами оставлю? Между прочим, вы неизвестный для меня человек. Вы тоже. Я вас первый раз вижу. Я вас тоже. Да, я снизила бюджет на 10%. Ну, укладывайте, как-нибудь. Я не знаю. Да. Да. Да, я отправлю письмо через два часа. Не успеваю. Да. Прости. Непредвиденное обстоятельство. Жду завтра. К четырем часам. Я Василий. Что? Меня Вася зовут. Я не вам. Извините. Да, хорошо. Все. До завтра. А вас как зовут? Что? Я говорю, я Василий. Дочь зовут Светлана. А вас как? Алина Сергеевна. Очень приятно. Скажите, у вас лук есть? Что? Лук. Овощ такой. Лук. А соль? Есть. А кастрюля? А, замечательно. Вы просто замечательная хозяйка. Вы хозяйка, что надо. Давайте нож. Давайте-давайте. Послушайте, я понимаю, вы сердитесь не из-за посуды. Вы понимаете? Да, я понимаю. Прекрасно. Знаете, у меня здесь не ночлежка. Я очень много работаю. И не могу вас оставить здесь одних. Вы мне всю квартиру вынесите. Не, ну мы не воры. Откуда я знаю? Ну, хорошо. Давайте буду ночевать в прихожей, на улице, в конце концов. Но ребенок должен остаться здесь, под крышей. А вы знаете, что дети лучшие помощники домушников? Что вы такое говорите? Вот недоверие – это черта людей, которые сами готовы совершить подобные поступки. Ах так? Да. Вон отсюда, из моего дома. Хорошо. Но только прямиком сразу в полицию. И ваш доктор-сосед будет свидетелем. Знаете, не надо мне угрожать. Я вас сюда привезла не из-за того, что я боюсь. Ну, еще скажите, что у вас совесть есть. Извините. Паспорт давайте. О, вы сюда еще из деревни приехали? Это не деревня, это город. Да, просто маленький. А сюда я приехал на работу устраиваться. Ну что? И где же ваша работа? В филармонии. Просто мы опоздали. Наш оркестр уехал. Но когда он вернется, я обязательно буду. Прекрасная история. c Гриб, пап! Заходите. За собой убирайте. Посуду на вас. Спать будете здесь. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, на баяне решила научиться играть? Нет. Мне нужно сдать его в ремонт. Зачем ремонт? Купи себе новый. Не могу. Он типа уникальный. А-а-а. Слушай, что с тобой? Ты сама не своя. Я вчера девочку сбила. Чего? Да нет, ничего страшного. Ее с отцом пришлось оставить в себе ночевать. Врач прописал ей покой. Как девочка? Какой папа? Подожди, они что? У тебя сейчас? Да ты понимаешь, что ты делаешь? Это же какой-то... Они же развели тебя, как девочку. Этот папа, он вынесет у тебя все. Может быть. Но из-за меня у нее сотрясение мозга. Так, сегодня я намерен ночевать у тебя. Подожди, а тебе разве не нужно улететь в Москву? Я надеюсь, ты понимаешь, как для нас это важно? Понимаю. Чего тебя восстанавливает, что-то? Слушай, не пообещай мне, что до завтрашнего дня их не будет у тебя. Хорошо, обещаю. Вред какой-то. А Алина красивая. Только деловая ужас. Это уж точно. Страшно деловая колбаса. Есть такой порог. А что такое порог? Порог это вертеть в руках разные дорогие вещи. Поставь, пока не разбила. Значит, она тебе понравилась. Чего ты взяла? Понравилась! Чего ты? Это я просто так, из благодарности чиню. Да, другая уехала бы на ее месте, а эта осталась. Да? Да. Значит, понравилась. Все, иди спать. Тебе вообще лежать положено. Чего ты здесь делаешь? Ну, поставь на место. Давай, живо, живо. Понравилась, понравилась. Деловая колбаса. Да, че-то. Валентина, хватит. Слушай, где наш отчет за 2011, а? Никакого порядка нет. Че-то. Вот блин, Баян. Слушай, откуда он здесь? Ой, неправда. Ой, тяжелый. Баян. А зачем Алине Баян? Ну, не играть же. А зачем? Ну, так продавать же. Баян? Ну, да. Она же не дура. Слушай, Баян хороший. Раритет. Смотри. Ну, та же руками оторву. Алло. Отчет за второй квартал мы будем подавать в ФСС в среду. Да. Не дура-то она, не дура. А Эдик? Как ей голову-то морочит? Эдик, подлец. Бабник. Бабник, да. Но красивый. Красивый, сволочь. Устроился красивый. Да, ну, не знаю. Похоже, он ее не любит. Ой, ну, так, чтобы по-настоящему, да? Угу. Так, ну, наш не дура, Алина-то наша. У нас понимают, нужна работа, нужен мужик. Пусть Эдик. Ну, а как же, как же любовь, а? Алло, ну, в среду я сказала. Ну, не знаю, а как же все-таки любовь настоящая? У вас квартиру никто не сдает? Дешево, на неделю. Не знаю. Но я могу спросить. А срочно надо? У меня гости. И я им не рада. Может, лучше номер в гостинице? Отчет в ФСС. Не забыли? Нашли. Мы пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ничего не пропало? Все в порядке? Да нет, я просто искала... Да-да, конечно, я понимаю. Кофе хотите? Да, с удовольствием. Вам покрепче? Мне вкусный, пожалуйста. Ну, я тут, можно так сказать, в знак благодарности. И что, работает? Да, починили. Надо же. Ой, простите, я постирать просто хотела. Давай помогу. Спасибо. Нам переодеться не ваше. Просто у нас свечи убрали. Честное слово, я не вру. Я верю. Халат устроят? Да. Держи. Да, спасибо. Ну, это папе наш. Да, спасибо. Так. Можно? Клади. Вы надолго сюда? Думаю, навсегда. Просто у нас квартира на тла сгорела. Вот мы и переехали. На папе филармонию комнату обещали. Простите, мы скоро от вас уедем. Честное слово. Папа найдет квартиру. Он все уможет. А ты всегда о нем так заботишься? Конечно. Кому еще кроме меня о нем заботиться? Ну а мама? Мама уехала в Сицилию с любовником. Они по интернету познакомились. Джорджу. Брюнет с голубыми глазами. Честная, она говорит, что у него бизнес. Сама мы ничего не делаем, только гуляем по магазинам. А вы хорошая. Только несчастная. Почему это я несчастная? Все, я пошел. Ты куда? Ты куда? Работу искать, пока Савельев с оркестром не вернулся. Нам же деньги нужны. В конце концов, мы же не можем жить здесь вечно. А почему бы и нет? Думаю, Алина Сергеевна не разделяет его мнение. А мне кажется, мы ей нравимся. Все может быть. Но пойми, в этом мире все не так просто. Если нам что-то прибыло, это значит, где-то убыло. Понимаешь? Это как закон сообщающихся сосудов. Это физика, что ли? Конечно. Па, я же только в четвертом классе. А, точно. Ну тогда пойми. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Понимаешь? Но ты же ее посудомойку починил? Починил. Эх ты, посудомойка. Ладно, вырастешь, поймешь. Все, я пошел. Я скоро вернусь. Пока. Взрослый человек. Ничего толком мне объяснить не может. В угол туда поставь. Здрасте. Здрасте. А вам работники нужны? Бери и неси. Прямо сейчас, а? Да. А куда ставить? Вон туда отнеси. Что не видишь, разве? О, неси. Спасибо. Спасибо. Вечер добрый, Алина Сергеевна. Ого, у вас продуктов на целый полк. Ну, слушайте, девочку уже нужно кормить. Я все-таки очень виновата перед вами. Поэтому вы уже живите у меня неделю, ладно? Так, ну, я сейчас в затруднительном положении не смогу вам заплатить. Ну, я могу отдать баяну, ты для меня самая дорогая. Ну, разве что в качестве моральной компенсации. Давайте поможем. Давайте. Поставьте, я возьму. Спасибо. Как у вас день прошлый? Простите, я ненарочно. Я сейчас соберу. Ничего, ничего. Не переживайте, я сейчас быстро. Ничего страшного. Привет. Ну, как ты? Нога болит. Ну, что, пакеты на кухню? Да. Как себя чувствуешь? Хорошо. Алина, я пойду переоденусь? М-м-м? Переоденусь, говорю. М-м-м. Хотите, я вам погадаю? М-м, ты еще и гадать умеешь? Проверим. Давай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, это любовь. Это свадьба. А это негодяй. Крутая стягидалка. Вот тут черепашка. Эдик, ты что здесь делаешь? Нет, ну, встреча отменили просто. А кто это? А это девочка, которую я сбила. Что-то для сбитой у нее слишком бодрый вид. Так. Хорошо настроились? Угу. Снимай халат. Что? Я говорю, халат. Сними, это мой халат. А, простите, я не знал. Василий, оденьтесь, пожалуйста. Так, снять или одеть? Одевайте. Алиночка, скажи мне, пожалуйста, а почему он все еще здесь? Они скоро уедут. Угу. Класс. Чужой мужик. В моем халате. В нашем доме. Прекрасно. Ты же обещала, что его здесь не будет. Послушай, я не могу выгнать ребенка на улицу. Я понимаю. Ну, у нас же, в конце концов, не ночлежка, правда? Ну, сравнил. Да. Хорошая ситуация. Чего не скажешь? Ладно, если у тебя не хватает смелости выгнать его, давай это сделаю я. Да? Скажите мне, Василий, где ваши вещи? М? Молчишь? Хорошо. Давай я поищу твои вещи. Может, здесь твои вещи? Или вот это твои вещи? Да ты успокойся, это мое. А, понятно. А где же ваши вещи? А, у вас нет вещей. Замечательно. Я вас поздравляю, значит, вы бомж. Не надо меня оскорблять. А я вас не оскорбляю, я просто констатирую факт. Я музыкант. Замечательно. Я знаю таких музыкантов. Наслышан о ваших концертах и дуэтах. Дядяка, не кричите на нас. Мы сами скоро уйдем. Скажи мне, роднуля, а кого это должно волновать, когда вы уйдете? Тебя? Может, твоего папу в моем халате? Или вот эту тетю? Эдик, успокойся, пожалуйста. Я сама разберусь. Уходи, ради бога. Эдик, уходи. А он останется, да? Да, пока я это позволяю. Ну, молодец. Хорошо устроился. Поздравляю. Слушай, я не выношу этих дешевых концертов. Ладно. Я уйду. А он? С ним я тоже разберусь. Простите, это из-за нас. Такой мне завтра очень тяжелый день. Дети в свою комнату. Что она в нем унесла? Это не наше дело. Кажется, нужно отсюда сматываться. Это последний. Закругляйся уже. Ну, что, справился? Да. Спасибо. Держи. Заработал. Спасибо. Это вам. До свидания. До свидания. Вкусные духи? Французские. Угу. Французские. А этими сиянями вы вообще не пользуетесь. Собирай. Спасибо. Только мне еще рано. Слушай, я работаю. А я разве мешаю? А что, незаметно? Простите. Ну, извини, у меня нет других игрушек. Я уже взрослая, чтобы в игрушке играть. Чего-то папа задерживается. Он ведь такой, ну, в общем, беречь его надо. От чего? Ну, от всего. Вдруг ненароков любится. Кстати, вы ему ужасно нравитесь. Да? Не замечала. Ну, вы же такая умная, образованная, интеллигентная. Красивая. Без глазом надо быть, чтобы не заметить. Слушай, а если я такая замечательная, чего же ты боишься? Не хочу, чтобы папа страдал. Я что, такой монстр? Нет. Ну, у вас же жених есть. Зачем папе несчастная любовь? Здравствуйте. Громова Алина Сергеевна? Да, а в чем дело? Я ваш участковый Березин Петр Ильич. На вас поступила жалоба от жильцов дома. Вы задаете комнату? А что, похоже, что мне нужны деньги? Да нет, не похоже. Тогда в чем дело? Кто-то еще проживает здесь, кроме вас? Нет, я одна. Ой, простите. Я думала, это папа. А это кто? Это? Это девочка. Да. Вижу. Не мальчик. А мы родственники приехали на неделю. А что, нельзя? Да нет, почему же? Можно. А документы у родственников имеются? Вот что, уважаемый Петр Ильич, это очень хорошо, что вы стоите на страже интересов наших жильцов. А кто, если не секрет, вам позвонил? Мы не имеем права разглашать. Тут и разглашать нечего. Простите? Нет, нет, ничего. И нашим соседям совершенно не о чем беспокоиться. Да я понимаю. Вот, ну, обязан был отреагировать. Значит, у вас все в порядке? Абсолютно. Ну и чудненько. Тогда до свидания. До свидания. Я пойду. Всего хорошего. И удачи вам в борьбе с конкурентами. Благодарю вас. Вы очень любезны. У вас у нас проблемы? Нет. Что-то разберемся. Что-то еще? Вечер добрый, милые дамы. Это вам. Ну, это тебе, красавица. А что за праздник? Устроился на временную работу. Заработал денег. Прекрасно. Очень хорошо. Приглашаю вас в цирк. Алина с нами? Конечно. Нет, я не пойду. У меня много работы. Алина, Сергей. Ну, пойдемте. Ну, нельзя так много работать. Надо ведь иногда отдыхать. Там же весь... Что я там забыла? Огни. Вы давно видели цирковые огни? Я не люблю цирковые огни. Ну, не будьте зануды. Алина, Сергей. Алина, ну, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Он ещё ко мне вчера в участковый приходил. Серьёзно? И что он хотел? Кто-то нажалился, что меня посторонние проживает. Значит, твои постояльцы всё-таки топают ногами и поют в душе, да? Принеси мне, пожалуйста, отчёт за прошлую неделю. Слушай. Слушай, ну выбрось-то его, а? Я не могу. Вася утверждает, что он дорогой. Вася утверждает. Ну так продай его. Хоть какая-то компенсация будет нам. Нам? А тебе-то за что? За моральный ущерб. Я вообще не обязан был терпеть его в твоём доме. Отчёт, пожалуйста. За верным товарищем все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Врагу не сдаётся наш гордый варяг. Пощады никто не желает. А-а-а-ет. Ладно, ты пока посиди здесь, а я в ресторан схожу. Зачем? Много будешь знать, скоро состаришься. Кстати, хотел тебе сказать, ты меня можешь у Алины оставлять. Ну этого мне ещё не хватало. Мы с ней общий язык нашли. Она хорошая. Только ты уж это, не влюбляйся в неё. Чего? Алина твоя, с которой ты так легко нашла общий язык, сноп, которых свет не видывала. И с детьми она разговаривать не умеет. Можно подумать, ты умеешь. Умею. Как-никак, а десять лет тебя воспитываю. Значит, она не привлекает тебя. Как женщина. Чего? Пора тебе перестать смотреть фильмы после девяти вечера. Как женщина. Жаль, если б она была моей мамой. У тебя есть твоя мама. Только я ей не нужна. Послушай, у взрослых всё не так просто. Понимаешь? Ну всё, я скоро приду. Будь здесь. Почему всё не может быть просто? Я не понимаю. Что-нибудь подсказать? А, да, пожалуйста. Мне нужно для девочки. Какой размер? Я не знаю. Вы не знаете размер своего ребёнка? Это не мой ребёнок. Это в подарок. Ей десять лет. Угу. Вот такой вот вариант. Может быть, платье? Да. Ещё одно. Отлично. И, наверное, мне понадобится пара футболок и ещё носки и бельё. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Что, пожар? Опять? Да нет. У меня курица сгорела. Так, давайте сюда. Ай, я стараюсь. Ай, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо. Так, спасибо. Ну, что ж, вот так. Это мне? Кое-что я вам купила. Да, это вот всё эти мясные пакеты. Алина Сергеевна, да вы что? Круто. Не, ну, мы не можем это принять. Пап. Не папка, Алина Сергеевна. Ну, не портите ребёнком строение. Ну, что мы и так вас сильно обременили. Ну, куда уж больше-то? Ну, что, нищие, но гордые? Да. Да, нищие, но мы пока нищие, но потом… Ну, вот, когда будете богатыми, тогда и дадите. Это что, мне? Да. Вы что, с ума с... Вы что, унизить меня хотите? Да нет, вовсе. Не, ну, вы что, правда не понимаете? Я не понимаю, я просто купила вам костюм. Да вы тем самым мне в лицо тыщите, будто бы я живу у вас на иждивении. Да? Вы же это хотели сказать? Да, я живу на иждивении, но мне-то это не нравится. Вам это не нравится? Да, мне это не нравится. Ну, тогда убирайтесь вон. Что? Убирайтесь. Ну, и уйду. Угу, уходите. Уйду. Уходите, уходите. Я как раз собирался это сделать. Вот и прекрасно. Куда пойдете? А это неважно уже? Ну, конечно. Да. Значит идти вам некуда. Очень хорошо. Ну, вот, когда найдете квартиру и работу, вернетесь за ребенком. Ну, мы так и сделаем. Да. Вот и прекрасно. Да. Собирайся. Собирайся, мы уходим. Пап. Что, не папкой? Девочка останется со мной. Пап. Да. Вообще-то это моя дочь. Ну-ка иди сюда. По социальным службам будет очень интересно, где она будет жить. Вы этого не сделаете. Ну еще как сделаю. Света, иди сюда. Ко мне. Она не собачка. Иди ко мне. Ты не слышишь меня? Так. Иди ко мне, сказал. Ты что, оглохла что ли? Ты что, хочешь променять родного отца на эти тряпки, да? Ну почему же? На комфорт и безопасность. Вас я не спрашивал. Иди сюда. Иди сюда. Свет, ну послушай, ну здесь тебя никто не обидит. Я не могу отпустить тебя жить на улицу, понимаешь? Девочки. Я знаю, что вы желаете мне добра. Ну, ну вот. Нет. Но он все-таки не мой папа. Послушайте, это все абсолютно неправильно. Мы сейчас должны все успокоиться, сесть и спокойно, серьезно поговорить. А мы уже все нормально обсудили. По-моему, уже все понятно, все ясно. Так что спасибо вам большое за приют, за все, что вы сделали для нас. Нам было очень приятно. И... Ну мы пойдем. Нам надо идти. До свидания. До свидания. Пошли, пошли. Зависка. Было utter silence и ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Идем. Давай руку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это же Гришка. Какой Гришка? Гришка. Я учился с ним. Па, это кофе. Да не, ну какой кофе. Это Гришка. Я учился с ним. Только он был на дирижерском, а я на... Поднём к нему в ресторан, а? Ну что, пойдём. Па, у нас деньги не в ресторан. Пойдём, 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 пойдём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот эта встреча, Маська! СМЕХ Ты где делся после училища, ну ты? Да я к себе поехал, там работал. А ты дирижер, а не ты что ли? Да ну его, я сейчас вот, видишь, для души играю. А это кто у нас? Это дочь моя. Иди сюда, познакомься. Слушай, я же тебе говорил, Гришка, это Гришка же. Такая большая. А у тебя как? А я так и не женился. Слушай, Маська, ты не уходи, хорошо? Давай концерт посмотришь. А потом, ну да. Конечно. Ну смотри, только не уходи, да? Всё, всё. Да, всё, смотри. Я дождусь тебя. Давай. Я же тебе говорил, ты Гришка, Гришка, ты мне не верил. Ну вот, наконец-то и расслабимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вечер. А что у нас подаёт на духовную пищу? Группа кофе. Посмотрите нас. Да нет, что вы, это известные профессионалы. Понятно, такие как я. Ну да. Ну, по-моему, неплохо играют. Серьёзно? Угу. Ну, тогда для тебя. Ребят, есть предложение? Эдик. Какой Эдик? Эдик. Куда ты пропала? Папа. Папа. Посмотри. Там малина, видишь? Где? Вот там. Анасти. Где? Папа. Мы попозже закажем. Пошли. 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 Папа. Папа. Я бы знала, если кто жениться на мне обещал, а убежал. Ну, зачем орать? Я вас не знаю. А я тебя знаю. Жигала. Я сейчас. Иночка, Котя, пойдём отсюда. Подожди. Ну, может… Я тебе потом всё объясню. Пойдём, пойдём. Тут дурацкие проблемы нарисовались. Извини. А кто это? А? А это моя тётя. Чёрт знает что. Не сидится и иду. Эдик! Нехорошо бросать даму одну. Извини. Извини. Алина! Алина! Вы что здесь делаете? Алина Сергеевна? Я вёл себя как свинья. Простите меня. Пошли. Алина! А как же ваш кавалер? А его тётя подбросит. Вы не подумайте чего. Просто в этом ресторане наши друзья работают, поэтому мы… Я верю. И ещё я хотел извиниться. В прошлый раз я понимаю, что вы ничего плохого не имели в виду, а я… Ну, в общем, что тут говорить? Вы нашли жильё? А, да-да-да, конечно. Ну, я очень рада за вас. Спасибо. Послушайте, а куда мы едем? А что, страшно стало? Да нет, не особо. Я еду домой. Высадите нас здесь. Где? Ну, прям здесь хотя бы, я не знаю. Здесь? Да. А Свету вы на руках понесёте? А вы в каком районе жильё сняли? Мы здесь, недалеко. А, ну, хорошо. Ну, тогда сегодня ночуете у меня. Послушайте, не надо нам одолжение делать. Я не вам, я ребёнку. Это не обсуждается. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо… А так… Атак… Черт, 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 черт. Одеяло. Ага. Спасибо. Да? Алина Сергеевна, у нас тут, кажется, ошибка. Может быть, я проверяла отчет? Да-да, я еще раз пересчитаю. Постойте, а вы нашли ошибку после того, как я проверила? Я случайно обнаружил. Я, конечно же, не собираюсь ставить под сомнение. Да нет, ну что вы, это говорит вам, что и я могу ошибаться. Вам не сложно будет переписать? Нет, конечно, не сложно. Я прям сегодня перепишу. Спасибо. До свидания. А что это с Алиной? Не узнаю. Ой, да влюбилась она. Сразу ж видно. Не думал, что она это умеет. Так, Андрей Ильич, а вы бы поменьше в бумагах своих рылись? Не знаете вы нас женщин? Женщин. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Подлежьте. Астанинь-эй-эй-эй-эй-эй-пом-а-й-эй. Вот как-то непорядочно мы поступаем. Нет, не понимаю. Объясни. Ну, мы как-то нагло пользуемся добротой Алины. Живём у неё дома, едим у неё дома. Ну, нехорошо это. Но мы же её не заставляем. Ну да. Она сама. Ну, мы не нравимся. Ну, нравимся. Это вы, дети, живёте понятиями нравится, не нравится. А у взрослых есть понятие долг, честь, порядочность, ну, совесть, в конце концов. Ну, нельзя же так. В общем, я принял решение. Мы уходим. Ну, не переживал же я какую-нибудь. Ну, всё, собирайся. Идём. Слушай, Валя, а что, Алина на обед ушла? Людям положено отдыхать. Или для вас это новость? Мне просто странно. Раньше она не ходила. Ну, не знаю. А может, полюбилась. Ну, вы же знаете, как это бывает. Майонист хренов. Валя, а может, вы знаете, как это бывает. Народ! Встречайте! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, блин, тебя на месте не сиделось! Поговори мне ещё! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жить за деньги женщины и у неё в квартире, это не по-мужски! Это ещё ничего было, когда ты была ранена! А так? Что так? Ничего! А я ребёнок! Мне нужен дом! Я устала! Я не хочу ночевать на вокзале! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Иди ко мне! А мы и не будем! Что-нибудь придумаем! Что? Чего-нибудь! Я не хочу чего-нибудь! Я хочу к Алине! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А Алина что подумает? Я ей в записке всё объясню! Она тебя не поймёт! Ну, не поймёт, значит, дура! Ну, ты же любишь её! С чего ты взяла? Да вижу я! Алина Сергеевна, диаре в жабле! Срочно подписать нужно! Да, сейчас, секунду! Алина! Алина! А, ну, ты видела, а? Видела! Ну, ну, и что же это? Из-за чего же это? Из-за мужика! Ты думаешь? Ну, да! Документы все в порядке! Я же сама проверяла! Ага! Этот Эдик, да? Этот, этот негодяй её мучил, да? Эдик, Эдик, акция Эдика! Упали в цене! Ой! Новый мужчина появился! Алло! Что? Отчёт в ФСС? Да вы что, какая среда? Пятница! Мы тут зашиваемся! Ну, скажи! Новый? Скажи! Новый-то новый, да песня старая! Опять негодяй? Да! Ну, откуда такие только негодяи берутся, а? Ведь Алинка наша умная, образованная женщина, да? А ведь её используют! Не любят же, чтобы по-настоящему! Валентина! Сплетничаете? Нет! Отчёт готов! Да, зашиваемся! Да, не любят! Да, шарахаются! Уважают! Алина Сергеевна, вам просто нужен сильный мужчина! Вы же такая у нас... Красивая! Да! А потом у вас есть... Машина! Да! А это же не каждый умеет! А вы умеете! Да, и глаза у вас, Алина Сергеевна, такие добрые! Умные! Да! Какая разница, какие у меня глаза! Всё равно сбежала! Чего делать-то? Так... Девочки, где наш коньяк? Коньяк? Это что? За мной! Алиса, что это коньяк? Девочки, ну почему так получается? Ну, ты им душу всё откроешь, а они возьмут туда и плюнут! Ну, знаешь, вот они все... Да все! Да не все! Да все плюнут! А вот некоторые и не плюнут! Алло! Да чё ты? Да тьфу на вас! Мудоели! Правильно! Девочки, давайте выпьем за нас! Давайте! 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 Что делать-то? Ну, как это? Слушать своё сердце! Я слушала! Он же удрал! Догнать! Догнать! А что, за счастье надо бороться! Да! Догнать? Конечно! Ну да, только тот самый, когда душа ей не плюнет! Алина Сергеевна! Алина Сергеевна! Да! Мы с вами! Давай! За Алину! За Алину! Давай! Давай! За Алину! Так, здесь давай снимай, просто оставляй белый! Уграем! Так, а этот сюда разворачивай! Да! Вот сюда! Да, хорошо! И... Простите, здесь раньше группа работала, что-то с названием напитка связанное! Кофе? Да! Ливия! А они здесь? Боюсь, что нет! К сожалению, у нас они уже не выступают! Жаль! А кого вы из них разыскиваете? А? Кого вы из них разыскиваете? А... А... Мой знакомый знаком с одним из... Простите! Опускай! Опускай! Куп! Сперва опускай! Вылезай, теперь не собираешь! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Тоскую. Ну так иди к ней. Не могу. Сначала надо на ноги встать, а уж тогда. Чего ждать? Не знаю. Гордость не позволяет. Вечно вы взрослые придумываете себе проблемы. Правда. Для чего я здесь сижу? Для красоты. Ну давайте. Будем всех без пропусков пропускать. А потом виолончель не досчитаешься. Да при чём здесь? До свидания, мужчина. А кто виноват? Вахтёр виноват. Это не дискотека. Это филармония. Ничего. Он скоро придёт. А этому мужику достанется. Может домой вернёмся, а? А что? Квартиру отремонтируем. Постепенно. Я на свадьбах буду играть. Какие-никакие, а деньги хоть раз-то в пятилитку, а? Может вернёмся? Василий Иванович? Васёк. Ну где ты ходишь? Где ты ходишь? Я тебя спрашиваю. По всему городу тебя ищу. Звоню домой. Бесполезно. Так нам сказали, нет вас. Васенька, слушай меня внимательно. У нас катастрофа. Ага. Понимаешь, Байни сломал руку. Да. А нам снова на гастроли. Да, конечно. Конечно. Василий Иванович, что ли? Давай купи, Васенька. Алина, я тут подумал, чё мы тянем время? Женимся? Я ждала от тебя отчёт по командировке вчера вечером. Ты опять о работе, так всегда. Как любой другой начальник. Кстати, отчёт о московском проекте мне не нравится. Это всё из-за тебя. Я много о тебе думал и не усидел в Москве. Кстати, был прав. Ты продолжаешь крутить роман за моей спиной. Какие романы? Заговаривай мне зубы. Что с проектом делать будем? Ну, я решил быть выше этого. Я всё равно тебя люблю. Только… Я просто говорю тебе правду, которую ты слышать не хочешь. Перестань, ничего не было и нет. Ну, как ничего не было? Ну, как ничего не было? А где Вася? Ау, Вася! Нет никакого Вася. Использовал и выбросил. Возможно, ты и прав. Да, я прав. И мне очень приятно, что ты это понимаешь. Кстати, я присмотрел отличный ресторан для нашего события. Что это? Забирай. Что это? И, кстати, я уверена, что милицию вызвал ты. Какую милицию? Ну, ладно, не притворяйся. Нет, это так твои друзья. Да, милицию вызвал я. Это я вызвал милицию. В конце концов, какая разница, кто вызвал милицию? Ну, я же имею право. Я же ревновал. Ну, перестань ты, ну. Ну, мы так много работаем, не проводим совершенно времени вдвоём. Нам просто не хватает романтики. Ну, поехали куда-нибудь в отпуск на Лазурный берег. Ну, представь. Только ты и я. Поехали. Ты уволен. Поехали. Совсем меня не любишь. Ну, и дура. Здрасте. Вот, возьмёте. Да-да-да. Так, ну, есть небольшие, конечно, погрешности. Ну, работу Кустова я, я, пожалуй, возьму. Подождите, он не продаётся. Я хотела его отремонтировать. Жаль. Ну, если надумаете, то милости просим. А, кстати, не подскажете, где это можно сделать? Увы, не знаю. Поехали. 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 И, конечно. И, конечно. Поехали. КОНЕЦ 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 Ну как? Классно будет выглядеть? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот где он ходит? Субтитры создавал DimaTorzok Репетирует Ты позвонил? Предупредил? Так не делается, понимаешь? Свет, ну. Прости, пожалуйста. Ну что ты? От меня мама ушла. А сейчас папа. Послушай, ну никто от тебя не ушёл. Ну и я с тобой. Я не знаю, что мне делать, но я уже все больницы обзвонила. А в полицию. Алло, здравствуйте. У нас человек пропал. Вчера вечером. Послушайте, ну может вы посмотрите все-таки, пожалуйста. Василий Синицын. Есть? Так, а по какому праву? Мы выезжаем. Я с тобой. Гром. Пошли. Задержанный Синицын у вас находится? Я их всех по фамилии не знаю. Ну посмотрите журнал. Хотите, чтоб я посмотрела? Нашлась тут мне не раньше. На улице подождите. Аркадий Степанович, к вам тут дамочка по поводу Синицына. Да. Есть. Проходите в пятый кабинет. Вы обязаны его отпустить. У него гастроли. На каком основании он задержан? Так, давайте по порядку. Вы кто? Я кто? Я Громова Алина Сергеевна. Кто вы задержанному? Я жена. А это дочь. Так на каком основании вы удерживаете человека, не предъявляя ему обвинение? Ему на гастроли нужно. Можно вас? Я думаю, что на гастроли свои он долго еще не поедет. Его госпитализировали. В реанимации очень плохое состояние. Просто вчера увезли. Вчера вечером он репетировал в филармонии. Подождите, вы меня запутали. Фамилия? Громова. У нас нет никакого Громова. Нет, его фамилия Синицын. Мы Грачева увезли. Вот, есть Синицын. А, Синицын. Синицын. Жив-здоров. Вот. Сидит. Послушайте, на каком основании, а? Паспорт. У каждого гражданина Российской Федерации обязательно должен быть при себе паспорт. Света! То есть, документ, удостоверяющий личность. Паспорт. Папин, дай, пожалуйста. Прошу вас. Угу. Синицын. Ну, и... Почему он подрался? Что значит подрался? Он не мог драться, он музыкант, ему нельзя. Угу. Всем нельзя. Там все воруют. Убивают. Так знаете что? Ладно. Пустим и вашего... Папу. Пишите. Что писать? Заявление. Синицын? Синицын, Синицын. Синицын. Так пойдем, мы опаздываем. Да. Так, быстро. Давай, давай, давай. Живо, 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 живо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Василий Иванович, едем, готовая работа, опоздаем. Вася, Вася! Вася! Вася, что опять случилось? Ну, простите, Василий. Значит, последний раз. Простите, можно не повториться, честное слово. Вася, Вася! Вася! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok